С медомагнетизмом счастья и любви не добьёшься. Ну тогда скажите, как достичь его. Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи». Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире передача «Формула семьи». Сегодня у нас очень необычная передача. Я, ведущая этой передачи, Людмила Александрова, нахожусь в студии в Санкт-Петербурге, а в Москве находится наш эксперт Татьяна Горбачёва, психолог Татьяна. Добрый день. Добрый день. Вот такой у нас получится «Радиомост». Тему, которую мы для вас приготовили, в рамках приготовила Татьяна, тоже очень интересная. Я так понимаю, целый цикл передач вы говорили об иерархии в семье, правильно? Ну да, о власти, как она распределяется, и как происходит борьба за властью, и кто вообще в доме хозяин и так далее. Все эти интересные вопросы. И сегодня мы добрались до женских ожиданий. Почему женщина ждёт, что главой семьи станет мужчина, что она вкладывает в свои ожидания, вот об этом мы и поговорим. В ожидании главенства так называется наша тема. И у нас для вас, уважаемые слушатели, есть вопрос. Кто в вашей семье главный? Если в вашей семье босс, так сказать, или кто этот босс в вашей семье, вы можете нам звонить, и вообще каким-то образом комментировать эту тему по телефону прямого эфира 8 800 ровно 333 17 06 или писать сообщение на сайт ТЭЛС-ФМ, кнопка «Слушать радио, задать вопрос». Также у нас есть номер вайбера ватсап плюс 7 977 850 09 96. Ждём ваших звонков, комментариев. Ещё раз напоминаю, что вместе с Татьяной Горбачёвой мы сегодня говорим на тему в ожидании главенства, почему женщины ждут, что семью возглавит мужчина, оправдываются ли такие ожидания и так далее. И спрашиваем у вас, кто в вашей семье главный. Делитесь, как эта власть распределяется иерархия в вашей семье. Татьяна, первый вопрос у меня к вам такой. Что вообще такое глава семьи? Потому что в современной семье роль мужчины заметно сузилась. То есть нельзя от него ждать, что он будет охранять свою территорию, этим занимается полиция. Охотиться на мамонта тоже не надо. Можно сходить в супермаркет. Что ещё там? Все имущественные вопросы регулируются. Даже если у мужчины есть там земельный участок, он без женщины по закону, вместе с женой имеет равные права на этот участок. В общем, что такое тогда глава семьи в нашем современном понимании? Ну это очень хороший вопрос, потому что это такой вопрос, на который сейчас находится очень много различных ответов. И мы знаем, что библейское представление, что муж – это глава, а женщина является его помощницей, его дополняющей частью. Но сегодня мы живём в мире, которым в принципе традиционное распределение на мужчин и женщин, на какие-то стереотипы гендерные, которые называются, они сейчас под большим вопросом. И роли, и позиции, и то, каким образом эти роли распределяются в конкретных семьях, очень сильно варьируются. Поэтому это хороший вопрос. Я бы, наверное, его даже оставила как вопрос, представить, как у вас этот вопрос, что такое главное. Но в большей части, если мы смотрим с практической точки зрения, это человек, который имеет всеминое наибольшее влияние, авторитет. Человек, которому приходит за советом, человек, которым принимает решения, у кого окончательное слово, да, в принятии каких-то решений. Ну и чаще всего это человек, который больше всего в эту семью вносит, в том числе в финансовом отношении. И вот эта вот часть, пожалуй, сейчас наиболее подвержена изменению, потому что, ну да, действительно, давно уже никто не ходит на охоту, и мамонты давно не бегают вокруг нас, да. Но тем не менее, функция охраны, защиты, она на мужа остается, да. И если кто-то там ночью крадется около дома, ну чаще в большинстве семей, и даже если жена это услышала, она толкает в бок мужа и говорит, так, ты иди разберись там, да, возьми свой топор или что там у тебя есть, бачете или какие у тебя оружия там есть под рукой. Ну и заработок традиционным мужчина был тем, кто обеспечивал существование семьи. Мамонтом ли или пшеницы заработанные, или там кто-то собирал другие какие-то сельскохозяйственные культуры. Сейчас это вражается в деньгах. Кто сколько зарабатывает? Так вот в этом плане сейчас есть такая даже несколько инверсия. Иногда женщины зарабатывают гораздо больше. Ну а кто платит, тот заказывает музыку, поэтому и жена задает резонный вопрос. Если у меня зарплата в два раза больше, чем у тебя, да, почему твое мнение вдруг важно, что купить, например, какую машину. Я деньги приношу, я и решаю. Вот поэтому вот в этом плане главенство, оно такое под вопросом. И как вообще это должно осуществляться? С другой стороны, приведу пример такой, да. Я читаю в соцсетях, там мой приятель выложил фотографию, где они муж, жена, ребенок в каком-то туристическом месте. И его друг пишет, о, ничего себе, вы так подготовились, хорошо, тепло оделись. Вот мы когда были в этом месте, мы не знали, что там холодно, это высоко в горах, и были в шортиках, и в маечках, и очень замерзли. На что мой приятель отвечает, с моей женой такое невозможно. Соответственно, куда мы едем, во что мы будем одеты, продумать какие-то вещи, холодно там или тепло, посмотрела маршрут, приготовила одежду. Тоже, мне кажется, это близко же к принятию решений или нет? Ну, близко, да. Да, в этом случае получается, что рулит женщина. Ну, есть гораздо более важные вопросы в жизни, там, например, да, в какой стране мы будем жить, например, там, да, или если голод случился в какой-то стране, то куда мы едем, или еще какие-то важные, я бы сказала, может быть, стратегические вопросы. А есть вопросы вот каждодневные, что мы будем есть сегодня на полдник. Вот, безусловно, в плане тактики женщины просто превосходные, но они для этого и сделаны такие, что они могут сразу и варить, и с ребенком решать английский, да, и при этом она еще просматривает какие-то последние посты в Фейсбуке. Но мультифункциональность, она важна именно для текущих вопросов. С моей точки зрения, одежда, которую нужно одеть в конкретной поездке, это чисто тактический вопрос. Вот оплата этой поездки, да, просмотр всех там каких-то вопросов безопасности, ну, конкретно визы, там, еще что-то такое. Ну, если уж мы к этому примеру привязываемся, да, как правило, это все равно муж смотрит. Ну, жены перехватывают. Я однозначно считаю, что много жен перехватывают эту функцию. И вот у меня здесь есть некоторая статистика, которая, английская статистика, которая говорит, что среди замужних женщин от 40 до 60 лет приблизительно, 93% считают себя так, исполнительными директорами такими, CEO, да, в доме. То есть они несут на себя основные решения, основное это, вот. Вот, как вам такая статистика, Людмила? 93%? Ну, получается, что существует одна некая картина мира, ну, такая теоретическая, да, ну, то есть, что вроде как остались вот эти вот представления, патриархальный мужчина, глава семьи, и есть такая теневая, ну, практическая сторона. А вот спросить современных жен и мужей, и получается, что мы немножко живем, у нас, получается, мифы наши, сказки не подстроились еще, ну, вот какие-то такие ролевые модели не подстроились еще под реальность, и немножко получается такой разрыв между теорией и практикой. Ну, да, но вот насчет мифов можно поговорить. Вот, Людмила, как вы хотели бы в вашей семье, да, какие ожидания? Ну, вы хотели бы, чтобы основная ответственность лежала на вас, да, а муж просто вот ходил за вами, носил тяжелые пакеты, да, там, я не знаю. Ну, нет, конечно. А почему? Это же мифы, они не соответствуют как бы реальности. Это, видите, 93%. Ну, да, но получается, что все равно разные сказки и еще какие-то, ну, книжки, которые мы читаем, фильмы, которые мы смотрим, еще пока не успели подстроиться. Даже диснеевские героини, вот, которые такие воинственные, их пара-тройка, а все еще остались принцессы, ну, которых принц завоевывает, пройдя огонь, воду, медные трубы, и тем самым уже доказав еще на, ну, как сказать, на стадии завоевания, что он сможет, что он, что вот, он такой молодец и так далее. И получается, что сказка, подготовка к супружеству, это вот каждая девушка обязана просто прогнать своего жениха через огонь, воду, медные трубы, потому что его надо уважать уже со старта, чтобы он доказал уже, пока мы, ну, еще знакомимся, пока помолвка, пока у нас развиваются отношения, что он готов взять на себя вот эту функцию главы семьи, руководителя. Ну, может, мы обманываемся в том, что он сможет, он доказал, но, может быть, он боролся за право владеть пультом от телевизора и сидеть всю оставшуюся жизнь. Это было как бы главным свершением завоевать эту позицию, вот, а дальше уже все. Как вы думаете? Получается, что все-таки нужно разобраться с ожиданиями со старта, вот, пока мы еще не в браке, пока мы еще встречаемся. Это нужно проговаривать, как мы представляем себе семейную иерархию, партнерство это или кто глава семьи. Это удобные вообще разговоры? Ну, конечно, это обязательно, вот, на добрачном консультировании мы обязательно мучим абсолютно влюбленных в друг друга людей такими неприятными вопросами. А как вы будете себя чувствовать, как бы, если, например, мужчине, если жена полностью контрольный пакет у себя будет держать и будет вам говорить, что делать, будет выдавать вам 200 рублей на ланч, да, и полная подотчетность. Даже если вы захотите вечером сходить с друзьями куда-нибудь в боулинг, да, она скажет, нет, дорогой, приходи, потому что мне нужно пылесосить. Вот, и, ну, и заставляем как-то молодых людей задумываться над этими вопросами главенства, которые, на самом деле, очень жизненные. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же ее не хочет? Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Это передача «Формула семьи» двойным составом радиомост Петербург-Москва. В Петербурге я, ведущая передачи Людмила Александрова, в Москве наш эксперт-психолог Татьяна Горбачева. Говорим мы на тему в ожидании главенства, кто должен занимать лидирующие позиции в семье и оправдываются, почему женщины представляют, что эту позицию должен занимать мужчина и оправдываются ли такие ожидания, и работает ли такая модель. Кстати, Татьяна, вы спрашивали знакомых девушек, женщин, которые еще готовятся только к браку. Действительно ли они мечтают о такой модели, где мужчина – глава семьи? Ну что-то в этом есть. Да, большинство думает, что муж берет на себя основную ответственность за их семью в целом, за безопасность, за то, что будет где жить, за то, что будут деньги. То есть проблема-то в том, что часто это не проговаривается. А муж, глядя на то, что его жена такая бизнес-леди, сама ездит на машине, она завоевала квартиру, думает, вот и хорошо, приду я туда и поселюсь, и будет кто обо мне заботится даже лучше, чем мама. Ну и поэтому такие разговоры, они, безусловно, полезны, по крайней мере, хотя бы понять, что ты хочешь. Ну, в состоянии ли действительно современные мужчины взять на себя функцию вот эту руководить семьей? Потому что, если послушать социологов, то они говорят о поколении послевоенном, да, где женщинам по неволе приходилось брать на себя какие-то мужские обязанности, были мальчики, воспитанные волевыми женщинами, не так далеко, собственно, мы от этой модели ушли. То есть и сейчас я знаю очень много современных женщин, у которых сыновья, подростки, молодые люди, вот, и, ну, и они такие мамы в семье рулят. Я не знаю, что получится, какие мужья получатся из таких сыновей. Мне кажется, несправедливо будет к ним предъявлять требования, что давай, ты добытчик, всё такое, если он жил в совершенно другой модели, где ему взять-то, собственно, каково это быть главой семьи, где ему взять, ну, пример для подражания, где ему взять теорию, практику. Негде, получается, у таких мам. Ну, с одной стороны, да, я с этим абсолютно согласна, но это та историческая ситуация, в которой мы с вами живём, да, мы из неё выпрыгнуть не можем. Вдруг вот раз вот волшебной палочкой махнули, и мы живём в другой стране, где все мужественные, и девушки все ходят в длинных платьях с маленькими коронами, с благоухающими цветами. Ну, такого же нету, да, у нас есть, что есть. С другой стороны, я бы, может быть, немножко по-другому на эту ситуацию посмотрела. Вот никто из нас не любит лишней ответственности, правильно? Ни мужчины, ни женщины, да, мы же стараемся вообще, чтобы нам это стоило как можно меньше, да, чтобы получили мы как можно больше. Это же общая такая тенденция человеческая. В этом плане, если мальчики эти не начнут что-то делать в жизни, например, работать, да, попробовать что такое работать, и сколько эта работа принесёт денег, потому что часто они в иллюзорных ситуациях живут. Допустим, не удалось, чтобы они попробовали что-то ещё. Всё в семейных отношениях, ну, просто в дружеских, в пространении дружеских отношений это тоже определённая ответственность. Вот когда выкристаллизовывается, вот то отношение, о котором мы с вами говорим, хочет ли человек что-то добиваться вообще в жизни, или ему вообще ничего не надо? Мне кажется, то, что мы наблюдаем с вами со стороны, да, говоря о том, что мужчины такие инвальтильные, это большей части просто нежелание людей вообще упираться. И те же самые социологи говорят, что причиной этому то, что, ну, люди живут слишком хорошо, потому что когда люди живут слишком хорошо, им не к чему стремиться. Есть у нас пара сообщений. Галина из Москвы пишет, к сожалению, у нас в семье не муж глава семьи, и она же пишет, как бы хотелось видеть мужа как главу семьи, который может всегда брать на себя ответственность. То есть, получается, есть некий порядок вещей в этой конкретной семье, при этом, к сожалению, но получается, как бы хотелось видеть мужа как главу семьи, да, то есть сплошные сожаления получаются. При этом семья существует в какой-то своей заданной реальности. И насколько я уже знакома с Галиной, вот по переписке, я так понимаю, что это очень неплохая семья, может, даже очень хорошая семья. И те 93% женщин, которые являются исполнительными директорами, большинство из них не хотело бы оказаться в этой роли. Я знаю также людей, которые приходят ко мне на консультацию и говорят, что я могу сделать, чтобы муж брал больше на себя, что надо поменять в нашей семье, чтобы вот это распределение, оно было по-другому. Вот я, может быть, немножко хотела здесь остановиться. Часто у нас есть желание, у нас есть мечтания, у нас есть планы. Вот большинство женщин, они это вот, эти мысли, они относят к мечтаниям. Вот мне хотелось бы, чтобы в один прекрасный день мой супруг проснулся и стал главой семьи. Вот как будто, знаете, какая-то программа начала в нём работать, неведомая раньше, и вот что-то поменялось. Ну, редко такое бывает, да, вот прежде чем произойдёт какое-то изменение, должно что-то случиться с этим человеком. Вот что должно произойти, чтобы эти мужья включились, ну, я так условно говорю, да, они стали более инициативными, стали брать на себя ответственность. Моё наблюдение такое, что часто люди, которые жалуются мне в том, что мужья занимают пассивную роль, они просто не дают своим мужьям эту роль занять, потому что сами в неё встают. Вот у женщин почему-то есть желание сделать всё и сделать своими руками. Может быть, даже, ну, не то, что нужно женщине делать. Ну, мы уже здесь вот в предыдущих эфирах с Эльвирой говорили по поводу ремонта, да, что, в принципе, женщина с современными инструментами может сама делать ремонт, но ей стоит это делать или нет? Или всё-таки дождаться? Дождаться. Самое тяжёлое. Того момента, когда муж заметит, что уже обои свалились со стен, да, или там все лампочки перегорели в доме. Вот женщине, видимо, легче это заметить и решить самой. Но принимая это решение, она сто процентов гарантирует, что муж не включится. Но при этом это же ещё преподносится всё-таки «я сделаю это сама, но обижаюсь на него». Ну, то есть при этом. Вот в этом-то, мне кажется, и ловушка, понимаете? Что мы думаем, что если мы вот начнём это делать сами, вдруг он неожиданно вот воспламенеет к ремонту и пойдёт его выполнять, но так же нет. Я заметила, что мужья включаются тогда, когда инициатива исходит из них, когда они заметили, что что-то сломалось. Или им захотелось купить новый гаджет, или вышел такой новый, крутой, я не знаю, что там, компьютер новый. Если им что-то надо, дорогие женщины, ну, они сделают это. Они сделают это очень хорошо. Ведь мы согласны, правда? Поэтому где-то нужно... Хитрая тактика в том, чтобы как-то превратить вашу нужду в желание мужчины, чтобы он как будто принял решение сам, захотел. Ну, я бы назвала это манипуляцией, да? Но не вашу нужду. Навряд ли ваша нужда в новой норковой шубе когда-то будет вообще в каком-то приоритете у мужа. Здесь лучше просто просить его, да? Говорить, что просто вы не можете никак больше прожить в этой жизни без этой шубы, там, или что там вам хочется. Но есть ведь вещи общесемейные. Если мы говорим о ремонте, если мы говорим о жилье, если мы говорим о каких-то важных вещах, работа, там, например, или ещё что-то. Это одинаково касается и мужа, и жены. Не педалировать, не бежать раньше делеги, да? Не с шашкой наголо не бросаться в бой. Дайте более спокойному, рассудительному, и, может быть, более здравому, рациональному человеку дойти до этого. Иметь терпение и договорённость, ну, и в какой-то момент, может быть, говорить ему, что, ну, я знаю, что ты сделаешь лучше. Я могла бы просверлить дырки перфоратором, но я уверена, что ты сделаешь лучше. Ну, вот где-то так. Потому что оставлять это то, что принадлежит мужчинам, как бы оставлять те сферы для него, даже если там не будет такого идеального порядка, как в тех сферах, где, ну, скажем, ваша ответственность, да. Но этой его сферой он может по-своему ей распорядиться. Может, он действительно ещё не заметил, потому что из пяти лампочек одна всё-таки горит, ему этого света достаточно, да. Ну, пусть перегорит последняя. Он сам заметит, и в тот же день, я уверена, этот вопрос будет решён без вашего вмешательства и без ваших обид и без всяких напряжений. Мне кажется, вот здесь вот какой-то вот женщина иногда не улавливает, что активно включаясь в те сферы, в которых они себя чувствуют неестественно, они тем самым только поощряют инфантильность мужа и его нежелание что-то делать. Он говорит, ты делаешь? Не вопрос. Я продолжаю сидеть у телевизора. Меня всё устраивает. Ну, есть ещё такое нехорошее оружие, называется критика, да. То есть даже если мужчина и делает, то делает плохо. Вот. И женщина начинает критиковать, что не так, не то, и руки, что за руки у тебя кривые. Ну, там, я утрирую, да. То есть вот в какой-то такой всё время борьбе всё происходит за идеальное состояние полки или ещё что-то. Ну да, безусловно. Это одна из самых таких болезненных, наверное, ситуаций, когда мужчина наконец-то вылез из своего мира и сделал что-то великое, типа полки, да. И тут вместо восторга полного женщина вдруг начинает говорить, ну, что за руки, да, вообще? Что ты сделал? Он говорит, ну, тогда не буду вылезать. Да, я тогда лучше останусь. Я тогда останусь. Зачем мне прикладывать усилия? Опять же, мне кажется, вот почему это вопрос власти? Потому что если кто-то с вами большой, сильный, очень ценный в вашей жизни, почему вы с ним так разговариваете, что у вас руки нитя, руки оттуда не растут, да? Значит, вы считаете, что вы здесь главное, вы рулите, вы определяете прекрасность полки, если вы позволяете таким образом говорить. Супружество – это не просто отношения старшие и младшие, это не просто отношения главные и подчинённые, это отношения, когда один другому помогает быть, кем он должен быть. Мне кажется, это очень важно удерживать. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такое же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира – 8 800 333 17 06. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Также у нас есть номер в вайбере ватсап, плюс 7 977 850 0996. Это передача «Формула семьи». Меня зовут Людмила Александрова, я веду эту передачу, и мы вместе с психологом, нашим экспертом Татьяной Горбачёвой, говорим на тему в ожидании главенства, кто главный в семье, какие есть ожидания на эту тему у женщины и мужчины, и оправдываются ли ожидания. Напоминаем наш вопрос, который мы к вам обращаем, уважаемые слушатели. Кто в вашей семье главный, кто рулит, кто босс? Если у вас такая иерархия в семье, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Сообщения мы от Галины из Москвы продолжаем получать. Вот в последнем она пишет, конечно же, главное – мужа хвалить. Да. Ну, это вот, по-моему, такое золотое правило. Чтобы критика была услышана, она должна составлять одну четвёртую часть из всего того, что вы говорите. Вот сейчас вот все, я думаю, что все начали считать, значит, какую часть она составляет, да. Вот. Просто по-другому человек считает, что вы предвзято к нему относитесь. Ну, представьте человека, который вас всё время ругает, да. Вы же не слушаете это всё. В какой-то момент вы думаете, ну и ладно. Вот. Поэтому… А что может быть этими ещё тремя четвертями, да? Ну, это должны быть какие-то очень хорошие слова, слова восторга, какой он прекрасный, какой он мужественный, чего он может. И это не нужно придумывать какие-то, да. О, ты выглядишь как там последний актёр там из последнего кино. Не надо. Ну, в каждом мужчине есть совершенно прекрасные какие-то качества, за которые вы можете совершенно искренне хвалить его. Вот. Людмила, как вот в вашей семье? Папа слышал много комплиментов от мамы? Или как у вас было? На самом деле с комплиментами в нашей семье туго. Вот. Во все стороны. И редко мужья говорят, ну вот я про свой, ну там, род, да, свое поколение, вот, и свою семью. И редко мужья говорят, и редко женщины говорят. Ну как-то почему-то вот в советское, что ли, время как-то было все сентиментальностью не очень. Скорее, ну как-то больше шуток было на самые разные темы, вот, и подшучивали так друг на другом родители. Ну юмор, наверное, это вообще прекрасно. Но мне кажется, те, кто вырос в социалистическом реализме в таком, он больше заточен на критику, что все не так, и все не то, и вообще могло бы быть все лучше. Но когда мы говорим о семье, очень важно вот атмосфера такого, может быть, подшучивания, но такое должно быть не ехидное, да, а такое какое-то вдохновляющее, вот, с каким-то моментом, может, любование. Я не знаю, понятно. А если маму в семье, вот, шутливо называют начальником, боссом, вот, имея в виду, что действительно она много решает, может быть, даже и муж так называет, ну, кто у нас тут начальник, да, то есть вроде бы шутка, вот, вот, а слово-то постоянно звучит, вот кто босс, вот кто начальник, или вот мама у нас капитан, там, или генерал, ну, не знаю, разные какие-то, вот, вроде шутка шуткой, а на самом деле, есть ли в этой шутке некая горечь вот от мужа, если он так шутит? Ну, она звучит, да, даже когда мы слышим это со стороны, потому что, наверное, мужям не хотелось бы, чтобы было так. Но, тем не менее, сами они, опять же, понимаете, вот в эту ситуацию каждый вкладывает женщину тем, что она не дожидается того, что муж что-то решит, а муж начинает над этим смеяться, да, иногда даже публично смеяться, да, но тем самым, как бы, когда он называет ее боссом, там, или капитаном, да, он тем самым, как бы, нормирует это, понимаете, что это норма, да, теперь мама капитана, он назвал это, и дальше это начинает работать, хотя так не должно быть, но говоря о том, что нехорошо, чтобы мама была босса, я сразу должна сказать, что, если папа босс, это тоже нехорошо, вот, да, потому что это вот два термина, которые мы берем все-таки из какой-то теории управления, и в каждом термине есть определенная коннотация, определенный смысл, что подразумевает, значит, босса дает приказы, да, все остальные подчиняются, вот, когда мы начинаем это вносить в семейную жизнь, то это очень сильно меняет роль мужа, нет, она не босс, она жена, и папа тоже не босс, он муж, да, он папа, там, допустим, да, и когда мы, ну, все-таки сохраняем вот эти роли позиции, то они звучат по-другому, и отношения строятся по-другому, когда мы начинаем вбрасывать, пусть даже со смешком, да, с каким-то с ухмылкой вот эти вот вещи, то они тоже начинают работать, я тут читала блог одного интересного человека, и он как раз просто яростно выступает против того, чтобы мужья называли жен боссами, он говорит, вы сами себе эту ситуацию усугубляете, вот, и он говорит, что он проводил передачу, я один раз на это говорил о том, что там какой-то был приз, который можно было выиграть, выпив какое-то огромное количество пива, вот, но он говорит, что я не буду это делать, потому что мне жена не разрешает, и он говорит, вы не представляете, я получил такое огромное количество в соцсетях рекомендаций, как можно обмануть жену, чтобы она мне разрешила выпить это количество пива, то есть вот мужчины отчасти уже смирились с этим положением, что они являются, ну, как бы, ниши, да, а жена руководит как босс, и они даже выработали стратегию выживания, как можно сделать так, чтобы обмануть, и он говорит, у меня вообще нет проблем, мне жена не запрещает, если я захочу, я сделаю, но не во всех семьях так, то есть получается, что мужу не нужно подыгрывать в этой жене, а наоборот нужно, ну, ставить вещи все на место, и на самом деле быть больше партнерами, какими-то людьми, которые каждый со своей стороны, каждый с использованием тех способностей, которые у него есть, вносит в семью что-то очень важное, создавая вот эту атмосферу, в которой будет существовать семья, а не просто бизнес какой-то, да, где один босс, а другой подчиненный. С другой стороны, если послушать современных мужчин, я однажды разговаривала тоже с другом, он говорит, что требования женщины противоречивы, с одной стороны, ну, современные женщины, с одной стороны, да, мужчина завоеватель, защитник, добытчик, в плане зарплаты, вот как-то руководитель семьи, и с другой стороны, сейчас так как, ну, там, ну, женщинам нужно, чтобы их выслушали, то есть одновременно требование, будь сильным, будь решающим, стучи кулаком по столу, и одновременно, вот когда женщина нуждается в поддержке, в, ну, как что-то ее успокоить, с ней побыть, нужна еще какая-то эмоциональная дача, эмпатия. Он говорит, а это очень сложно, быть и главой семьи, вот таким достаточно резким, там, да, авторитарным, ну, иметь мужскую точку зрения на все, и при этом еще и душевным, и эмоциональным. Он говорит, вы определитесь, чего вы хотите, потому что это совмещать практически невозможно мужчине в одном лице. Ну, я бы не согласилась с тем, что глава семьи, это, значит, резкий человек. Мы когда-нибудь встречали людей, которые очень авторитетные, но вместе с тем достаточно спокойные. Я, например, знаю, могу нескольких назвать. Если вы посмотрите, ну, серьезных руководителей на серьезных должностях, это редко бывают люди, которые не могут сдержать свой импульс и стучат по столу. Это уж какие-то выпиющие ситуации. Как правило, если человек, прежде всего, руководит каким-то подразделением, он с собой-то очень хорошо руководит. Поэтому я не согласна с резкостью и какой-то вот авторитарностью. Авторитарность и авторитет это немножко другое дело. Говорить такие вещи, которые достойны того, чтобы их считали важными. Принимать такие решения, с которыми бы все согласились и сказали, да, ну вот это классно. Например, я считаю, еще одна часть главенства, это в тяжелых ситуациях, ну, принимать решение, что ты берешь ответственность на себя. Да, идти вперед в каких-то ситуациях, которые трудные. Не пасовать, да, не говорить, ну, давай ты вперед, да. Знаете, есть анекдота по поводу того, что откуда появилась привычка пропускать даму вперед. Потому что раньше люди жили в пещерах, вот, и в пещерах водились разные животные, саблезубые тигры, там, ну, это из мамонтов, да, из этой эры. Вот, и так как женщин было больше, а мужчин было меньше, то всегда женщин пропускали вперед. Пусть посмотрят, есть ли там животные. Ну, и в случае чего потеря будет не так велика. Ну, это так, знаете, конечно, смешно. Вот, но вот в такие моменты идти первому, да, разбираться в ситуации, какой бы сложной она ни была. Вот это же то, что создает и ответственность, с одной стороны, а с другой стороны, это вызывает реальное восхищение у женщин. И это то, что женщины хотели бы видеть, это то, что женщины, ну, хотят видеть в мужьях, чтобы они вставали в какой-то момент и говорили, нет, будет так. Да, но чтобы они могли и эту точку зрения отстоять. Что касается эмпатии, действительно, мне кажется, женщины иногда чрезмерно ожидают от этого мужчины. Я вот рекомендую, что не только должны быть хорошие отношения с мужем, но должно быть еще пара подружек, которым можно пожаловаться, вот это Исюси Муси, вот как мне плохо, никто меня не любит, не пожалеет. Мужчина вообще не знает, что с этой информацией делать. Но хорошая подружка, она скажет, да, я тебя понимаю вообще, так все гибло. Вот, и вы обе расскажете все как плохо, да, и вам немножко станет легче, и как бы задача будет решена. Часто женщины видят только как мужчин единственного своего собеседника. Вот, а для мужчин это эмоциональное вот-вот-вот пережевывание множества всяких переживаний внутри. Иногда бывает просто, ну, чрезмерно, да. Они могут выдержать, ну, частично, поэтому не надо ожидать, что он будет единственный объект вашего, вашего излияния души. Ваших излияний, да. Душевных излияний. Получаем сообщение. Анна пишет, мне кажется, если проявлять к своему мужчине уважение, говорить о том, как ты его именно уважаешь, ценишь, восхищаешься, то ради такой женщины он свернет горы и будет способен на многое. Согласна с этим, согласна с этим. Ну, и если мы говорим вот о такой стороне, как скажем там, почему совершаются измены, да, почему люди уходят, часто мужья уходят вовсе не к тем женщинам, которые хороши собой, а к тем, которым им восхищаются. Поэтому, дорогие жены, давайте помнить об этом, что это та потребность, которая у женщин есть. Они хотят, чтобы их уважали и чтобы ими восхищались. Иногда двух минут хватит одного взгляда и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь. Вы слушаете передачу Формула Семьи. Формула Семьи. Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Также нам можно прислать сообщение через наш сайт ТЭОС-ФМ, слушать радио, задать вопрос и номер вайбер и ватсап плюс 7 977 850 0996. Это передача Формула Семьи. Меня зовут Людмила Александрова, я веду эту передачу из Петербурга. В Москве находится наш эксперт, психолог Татьяна Горбачева. Говорим мы на тему в ожидании главенства, кто должен возглавлять современную семью, мужчина или женщина, какие у нас ожидания и оправдываются ли эти ожидания. Продолжаю читать сообщения, написала нам Оля, большое сообщение, но вот я выбрала, потому что, к сожалению, слишком большое, чтобы его прочитать полностью. Ну вот, читаю важный отрывок. Быть главой это быть ответственным, то есть отвечать, а не спрашивать, не командовать, а предпринимать, думая заранее наперёд, угождая домочадцам. Важно мужу следить за тем, чтобы жену не унесло в долги, ну это про ремонт, то есть, что можно разрешать жене дать в доме делать всё, как ей угодно, потому что она кормчий у штурвала корабля. Вот, а муж глава. Важно мужу следить за тем, чтобы жену не унесло в долги и в золотые унитазы. Улыбка, смайлик, вот. Это, знаю, несколько примеров, когда с потолков сыплется и обои по стенам висят, но мужчины не делают ремонты. Несколько семей. Женщины еле-еле на свои зарплаты сводят концы с концами, оплачивают жильё и кормят детей. А мужья даже не у телевизоров сидят, а речь идёт о христианских семьях, а постоянно о каких-то собраниях, служениях, за чтением Библии. В конкретных семьях, я знакомилась со странным каким-то учением псевдо-христианским. Жена моет, стирает, ходит в головном уборе, не спорит, работает. Всё необходимое в первую очередь покупается мужу и детям. Я даже юморить по этому поводу не могу. Ну, да. Спасибо большое за сообщение, Оля. Всегда рада получать от вас сообщение. Ну что, конечно, бывают всякие случаи неправильных перераспределений обязанностей. Бывают мужья, которые полностью уходят в такую церковную жизнь, и, мне кажется, равносильно, если они уходят, например, в какой-то бизнес. То есть, просто их вовлечённость в семье, она на очень маленьком, на маленьком уровне. Для них важнее либо карьера, либо служение, либо ещё что-то. их участие в семейной жизни, оно может быть оценено тем временем, которое они проводят реально дома. Часто это просто ночь, когда все спят, они прокрадываются, ложатся спать, и утром опять ушли. И в этом случае, конечно, получается, что и жена, и дети оказываются в небрежении, ну и часто перераспределение денег тоже бывает не очень адекватно. Ну, ну, что сказать, надо говорить с этими мужьями, да, потому что ответственность, про которую мы говорим, ответственность, она же идёт от слова ответ, да. Что значит ответственность? Это за то, что ты сделал, тебе нужно будет перед кем-то ответить. В данном случае, когда мы говорим о главе, это всё очень просто. Когда мы, когда мужья, когда мы говорим, да, о каких-то вещах за пределами нашего существования, они просто перед Богом отвечают за то, что происходит в их семье. Вот. И если они, например, не знают, что происходит в их семье, ну, вот, ну, тогда, соответственно, их ответ, он будет вот такой. Упс, а я и забыл вообще, что у меня она есть. Да. В принципе, главенство это подразумевает, что за всё то, что там происходит, в конце концов, отвечать вам. Хорошо это происходит, вам отвечать. Плохо происходит, тоже вам отвечать. Есть какие-то у вас турбулентности, тоже вам отвечать. в этом плане женщина, она, может, она очень влиятельная, но с неё спросят второй. К нашему разговору присоединились с мужчиной в сообщениях, прочитаем мужскую точку зрения. Рады слышать вас, братья. Да, Андрей пишет, муж это садовник, как он поливает свой цветочек, так жена и цветёт. Это одно мнение. И Никита написал нам, что все хотят защиты и сильных мужчин, а детей учат, что драться это нехорошо, как-то непоследовательно. Да, я, Никита, здесь абсолютно с вами согласна. Вот, и по поводу того, что драться, ну, драться, наверное, не то слово, но быть сильным и уметь постоять, если не за себя, то за какого-то другого человека, я считаю, что это хорошая способность. В этом плане быть сильным, сильным и внутри, и физически, особенно для мальчишек, ну, это часть, часть мужественности. Поэтому если мы воспитываем слабых мальчиков, то мы что-то упускаем очень важное в их, ну, в них, как в мальчиках. Из слабого мальчика получится слабый мужчина, да, и тогда, если он не понимает, как за себя постоять, как он может представить, что он может за кого-то другого постоять, да, это просто будет чуждая такая концепция. Здесь часто бывает нестыковка, и нестыковка бывает вот из-за чего. Потому что у женщины совсем другие способы борьбы. И когда папа не очень сильно включен в воспитание мальчика, женщина его учит тому, что она умеет. И получается вот иногда такие вещи, что мама говорит, например, у меня есть в таком моей семье, где мама, три мальчика, погодка, там, ну, начинает, там, пять, четыре, три, например, можете себе представить, да, то есть у них все время идет какое-то соревнование между собой. Мама говорит, я устала их разнимать, они все время дерутся. Как же так у нас христианская семья, они все время дерутся. Вот, я говорю, ну, они же мальчики. Она говорит, а что же делать? Я говорю, вам нужно у папы спросить, что делать, потому что папа знает, что нужно делать в этой ситуации, а мама в растерянности. Для нее это мужской мир, три мужчины маленьких, да, которые постоянно пытаются свое доказать, что вот именно они правы, что они знают, как нужно, и нужно так поступить, или там играть во что-то, или игрушку там. Вот, и здесь папина помощь и папин взгляд, папина представление о том, что такое достоинство, что такое мужественность, она просто вот неоценимая, но единственное может помочь вот этот вот конфликт между мамой и этими тремя мальчиками каким-то образом разрешить, да, прийти к какому-то вот пониманию, что маме нужно делать, что маме не нужно делать. Вот, это мужская жизнь такая. Я смотрела один сюжет про одного из участников программы «Голос дети». Вот там мальчика воспитывает мама и сестра, и они воспитывают, ну, такого джентльмена, они приучают его открывать двери, значит, носить сумки там, и даже расплачиваться деньгами в кафе где-то, да, хотя ему там лет 10, может быть, вот, приучать, что у мужчины должны быть деньги, и вот он будет ими расплачиваться, распоряжаться, это не прибор, всё-таки джентльмен, это же не равно глава семьи, ну, вот такой. Мне показалось, это немножко странноватым, такое воспитание, особенно в плане денег. Ну, я не берусь судить, я не видела этого сюжета, но я видела очень хороших мужчин, воспитанных только мамой. вот, и действительно, в какой-то момент мама это отходила назад и говорила, знаешь, сынок, ты мужчина, ты реши этот вопрос. Ну, я не говорю о глобальных каких-то вещах, да, но о том же самом ремонт, да, она не брала отвертку и ковырялась, она давала отвертку, говорила, сынок, ты мужчина, давай, давай ты решишь этот вопрос. И пусть в свои там 5 лет он решит его, вы понимаете как, да, но если он поймет, что это его закручивать отверткой шурупы, это его ответственность, да, я думаю, годам к 19 он уже нормально будет их закручивать, но у него будет представление о том, что вот это мужское, да, сынок, ты сходи в магазин, там, допустим, там тяжелый принеси, потому что ты мужчина, да, сынок, нужно встать, потому что вошла женщина, вот эти вещи, они действительно формируют, ну, взгляд на мир, который с уважением относится, к более слабым, я бы сказала, и это на самом деле формирует позицию сильного, позицию сильного, которая имеет все шансы превратиться в такого, в хорошего, зрелого мужчину. Но если вернуться к нашей теме, которая называется «В ожидании главенства» и все-таки к женскому взгляду, под занавес, да, все-таки, наверное, ну, сейчас умным, там, сильным женщинам сложно, болезненно расставаться с, ну, с таким вот вроде бы там архаичным стереотипом, что мужчина лидер и так далее, потому что в быту мы замечаем, что наши партнеры, мужчины, мужья не так сильны, смекалисты, где-то непоследовательны, где-то делают ошибки, в результате женщина перестает видеть в своем партнере героя, а должна ли она его видеть или партнера, ну, или вот равного себе, что ли, да, то есть мы здесь равные, кто-то ошибается, кто-то нет, или нужно этого героя видеть, а если нужно, то где, собственно, эти, ну, это представление брать, потому что, ну, не из сказок же, не из общественных стереотипов, то есть мы должны, прежде чем выходить замуж, понять, что такое глава семьи для нас и кто такой герой, ну, мужчине для нас, без этого у нас не получится разглядеть в нем этого героя. Я согласна, но мне кажется, я бы не стала говорить о героях, потому что здесь происходит очень сильная идеализация, да, и пока я героя не встречу, пока он на белом коне не заедет, да, значит, это не тот человек. По жизни оказывается, что иногда наиболее сильным, надежным и мужественным оказывается, не красавцы на белых конях, а вообще совершенно другие люди. Ну, если есть вот вообще какие-то ситуации кризисные, там, военные или еще что-то, вот, очень часто герои, про которых вы говорите, Людмила, да, это, вовсе не те люди, о которых думают, что они будут ими, потому что вот жизнь, она как-то другие приоритеты, другие, других людей выбирает. поэтому мне кажется, здесь важно помнить о том, что муж и жена, вообще зачем они вместе, да, для того, чтобы каждый из нас стал героем, и для того, чтобы мне было хорошо, это вот те цели, которые сейчас очень активно навязываются, в том числе, в средствах массовой информации. Но мы понимаем супружество, это как некоторый завет, да, когда мужчины и женщины говорят, мы хотим эту жизнь прожить вместе, и мы хотим прожить так, чтобы нам, в общем, было хорошо, и было хорошо окружающим нас людям при этом. Будет ли ваш супруг или избранник, про которого, ну, вот вы сейчас, например, думаете, идеальным? Я могу стопроцентно, с гарантией сказать, нет. Наверняка будут какие-то минусы и какие-то вот недостатки. Значит ли это, что вы не можете быть счастливы? Абсолютно нет. Абсолютно может быть счастливым с человеком, у которого есть какие-то недостатки, потому что кроме недостатков у него еще есть куча прекрасных качеств, достоинств. Вот. Смотреть на эту полную часть стакана, да, понимать, что с этим человеком вы прошли определенный какой-то отрезок пути, и вам еще предстоит достаточно большой отрезок пути, как сделать, чтобы ваша совместная жизнь была хорошей для обоих, да, как быть внимательным к нему и те потребности, которые у него есть, выполнять, и как сделать так, чтобы он слышал вас, и ваши потребности тоже удовлетворялись. Ну и под конец я, наверное, хочу сказать вот отчасти и по вопросу власти, и по вопросу, который вы задали последним, что на самом деле каждый из людей, он хочет, ну, какой-то поддержки, что ли, эмоциональной. Вот. У супругов очень важно, чтобы было такое совместное чувство, что ваш супруг, он за вас, вне зависимости от каких-то ситуаций, хорошо ли будете выглядеть, плохо будете выглядеть, больной ли вы или здоровый, этот человек будет с вами, он будет за вас. Поэтому, почему критика так болезненна? Потому что, когда мы начинаем критиковать, часто вторая сторона, наш супруг слышит, что мы становимся против него. И, например, бизнес-сферу считаем важнее, чем отношения, начинаем критиковать его какие-то решения в бизнесе или там, если это церковная община в руководстве общины, он воспринимает это, что вы перестали ценить его и ценить ваши отношения больше, чем дело, которое, по которому вы высказываете. То есть справедливость стала важнее. А вместе с тем, даже мужчине очень важно слышать, что жена верит в него, что она вдохновляет его.